Девушки отдыхают 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 Я вот пользуюсь моментом, хочу поблагодарить и департамент агентства по противодействию коррупции Акмолинской области, и департамент по управлению земельными ресурсами Акмолинской области, потому что они действительно тщательно провели проверку и установили, что земельные участки действительно были переданы незаконно. Ну, дай бог, как говорится, вот в этом году эти земельные участки уже будут в государственном фонде. Ну и о втором, будем так говорить, о плачевном случае я хочу рассказать. Происходит у нас в Жаксынском районе, в село Лозовое Акмолинская область, так сказать, у людей отобрали их неземельные паи. Отобрали, можно сказать, еще в начале 2000-х годов, получается, люди, когда шел передел, когда выделяли земельные паи, тогда в тот момент люди получили и передали одной ТОшке, ТО называется Тугель-С. Да, вот это вот ТО в 2002 году им передали жители, после этого они начали получать паи. Но после этого каким-то, я скажу чудесным образом, в 2003 году земли пайщиков перешли в ТО. Они взяли эти земли с правом ведения хозяйства на 49 лет, присвоили новый кадастровый номер, после чего жители случайно узнали в 2014 году, что у них, оказывается, нет земельных паев, после чего жители написали заявление, и с того времени они ведут, будем так говорить, борьбу по возврату своих земель. По данному факту выяснилось, что между ТО Тугель-С и жителем село Лозовое были составлены договора на куплю-продажу данных земельных участков. Но, как выяснилось, в 2002 году обманным путем ТО Тугель данные земельные участки при помощи нотариуса, при помощи иных мошеннических схем, они составили фиктивные договора, объясняя людям, что идет переименование их ТО, в результате чего нужно перезаключить договора аренды данных паев. И поэтому где-то люди ставили свои подписи на чистых бланках, где-то они подписывались, за них расписывались. Была проведена подчерковическая экспертиза, которая доказала, что факт фальсификации имеется. Было возбуждено уголовное дело в 2015 году, которое благополучно было закончено спустя 7 лет. в прошлом году, окончено в связи с исчением срока давности. Так вот у меня большой вопрос к органам прокуратуры, которые осуществляют высший надзор. Как это можно 7 лет вести, зная, кто совершил данную фальсификацию, данные мошеннические действия, просто-напросто взять, заволокитить уголовное дело и не применять никаких мер. А когда спустя определенное время адвокат, который вел их дело, скончался, после этого буквально через месяц-два это уголовное дело благополучно прекращается в связи с срока давности. Вот куда смотрят наши правосудия, куда смотрят наши надзорные органы. После этого адвокатам Калыковым было составлено исковое заявление от всех жителей, а жители где-то порядка около... Те, которые подали заявление, около 40 человек, а самих потерпевших число составляет около 300. Исковое заявление было направлено в районный суд о признании договора между Тугель-С и отделом земельных отношений от 2003 года об аренде земельных угодий, сельскохозяйственных угодий с кадастровым номером 01-278-041-002 признать незаконным, так как этот кадастровый номер был присвоен на те земли, которые в земле были пайщиков. Но однако почему-то районный суд данное требование граждан не удовлетворил, хотя имеется решение Акмолинского областного суда от 2019 года, где действительно подтверждают, что не по вине пайщиков данные земельные паи они утеряли. Получается, уже решение было в 2019 году, но почему-то ни Акимат, ни иные органы не сделали ничего, чтобы вернуть эти паи жителям села Лозовое. В данный момент мы написали жалобу в прокуратуру области, ждем, что они, какой ответ нам дадут, и после этого нам ничего не будет оставаться, как обращаться к главе государства с этим вопросом. И проблема паев у нас стоит практически по всей республике, которые были вот так вот незаконно, будем говорить грубым, отвечая грубо, были отжаты у граждан, и сейчас просто-напросто не могут их назад вернуть. То есть в свое время определенные лица воспользовались, вероятнее всего, низкой правовой грамотностью жителей. Совершенно верно. Да, действительно, два кейса, так скажем, и положительный, и отрицательный на сегодняшний день, действительно волнует каждый, я думаю, населенный пункт, в том числе и не только в Акмолинской области. Амад Маратович, пользуясь случаем, хотелось бы, чтобы вы поделились также контактными данными, возможно, есть жители других населенных пунктов, у которых аналогичная ситуация, возможно, есть, чтобы в дальнейшем они могли к вам также обратиться. Хорошо. Да, конечно, уважаемые жители нашей страны, у нашего общественного объединения, у Адельдек-Жилы, есть контактный центр 1463, он работает каждый день. Если у вас есть подобные случаи по незаконному захвату земель, вы можете позвонить и обратиться, а также по иным каким-либо коррупционным факторам. 1463, колл-центр, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Спасибо, Амад Маратович. Желаем вам дальнейших успехов и, конечно, плодотворной работы. Спасибо. Уважаемые телезрители, в очередной раз напоминаем вам, если вы столкнулись с какими-либо коррупционными проявлениями, административными барьерами, необходимо сообщить в колл-центр агентства по противодействию коррупции 1424. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова